С вами ТОП ХАЙП и в этом выпуске вы увидите саркофаг возрастом 800 миллионов лет, доказательства существования единой доисторической цивилизации по всему миру, невозможные технологии аборигенов, новое доказательство существования Атлантиды и другие находки, которые от нас скрывают. В Колумбии находится река Каньо Кристалес, которая отличается от большинства других своим уникальным цветом. Она меняет свой цвет за счет водорослей, переливается разными оттенками и в принципе выглядит очень необычно, но сейчас нас интересует не это, а то, что не так давно нашли в реке. На одном из пересыхающих участков из-под воды показалась огромная каменная голова. Местные жители, которые успели немного изучить находку, считают, что это часть гигантской статуи. И что самое главное, статуя могла изображать инопланетянина. Индейцы в Южной Америке уже много раз связывались с внеземными расами. Считается, что в прошлом они часто вступали в контакт с инопланетянами. Кстати, чуть позже мы еще погрузимся в эту тему. Ну а пока новые находки предпочитают не распространяться, ученые опасаются, что такой артефакт способен полностью изменить весь мир, а это почти никому не нужно. Но от любопытных людей ничего не утаишь. По всему миру уже долгое время натыкаются и на другие находки, которые многие ученые и власти предпочитают заминать и молчать о них. Например, так случилось с гигантом из Антрима. Его нашли в Северной Ирландии в конце 19 века. Гигант был ростом около 370 сантиметров, а его скелет весил 2 тонны. Также у него было по 6 пальцев на руках и ногах, хоть на фото этого и не видно. Археолог, который обнаружил гиганта, тут же связал это с библейскими сюжетами, согласно которому из полинов было по 24 пальца. Археолог посчитал, что его находка подтвердила сюжет религиозного писания и начал демонстрировать гиганта публике за оплату. Это то, что смущает многих в этой истории. Скептики считают, что археолог изготовил фейковые останки, придумал интересную историю и стал наживаться на людях обманным путем. К тому же, вскоре после того, как показы закончились, гигант загадочным образом потерялся вместе с ученым. Но у теоретиков есть другое мнение на этот счет. Они думают, что археологи заставили молчать власти, которые не хотели, чтобы новость о гиганте стала сенсационной и слишком громкой. Либо ему заплатили за молчание, либо просто убрали, а останки уничтожили. К тому же, о том, что это настоящий гигант, а не фейк, может говорить один интересный момент. В месте, где, по словам археолога, был найден скелет, находится мостовая гигантов. Огромные базальтовые колонны, которые немного напоминают разрушенную огромную дорогу, ученые считают, что это просто красивое природное образование, в то время как теоретики уверены, что это руина какого-то города доисторической расы великанов. О том, что доисторический мир был совсем не таким, как пишут в учебниках, говорят и другие находки. Например, в прошлом веке один американский ученый обнаружил это. На первый взгляд, это обычный отпечаток в цементе, но это не так. На самом деле, это окаменелость, на которой легко узнается след человеческой ноги с отпечатком ботинка. Это уже интригует, но это лишь начало. Куда интереснее, что здесь имеется окаменелость трилобита. Ученые провели анализ и пришли к выводу, что возраст отпечатка и окаменелости совпадает. При этом трилобиты существовали еще до появления динозавров, примерно 520-250 миллионов лет назад. Возраст находки оценили в 500 миллионов лет. Получается, человек существовал еще задолго до динозавров? Существует и такая теория, пусть она и безумная. Теоретики считают, что американский ученый наткнулся на след представителя доисторической высокоразвитой цивилизации. Ну или это путешественник во времени оставил след на окаменелости. Как ни крути, находку сложно объяснить и неудивительно, что исследователи пытаются не особо распространяться о ней, ведь это поставит под сомнение всю историю нашей планеты. В реальной истории заставляет сомневаться еще одна находка, которую несколько лет назад обнаружили в Эквадоре. Тогда ученые нашли неизвестную ранее пещеру, которая была заполнена разными артефактами. Однако нас интересует только один. Каменная пирамида, в которую вмонтирован символ всевидящего ока. Эта небольшая пирамида высотой около 30 сантиметров поставила ученых в тупик. Известно, что в западном полушарии имеются пирамиды. Например, немало пирамид можно найти в Мексике, да и в Латинской и Южной Америке есть подобные строения. Только вот они уникальны по своей структуре и отличаются от известных египетских пирамид. У них другой наклон, а верхушка местных пирамид обычно срезана. Здесь же пирамида имеет гладкие боковые грани. Более острые углы наклона и похожи на классическое древнеегипетское строение. К тому же удивляет наличие глаза на вершине пирамиды. Ученые считают, что для древних индейцев изображение глаза не было значимым символом. Чего не скажешь о древнем Египте. Там был важный для культуры символ ваджет или глаз гора. По сути, прототип символа всевидящего ока. Египетская пирамида, пусть и крошечная, да еще и с египетским символом где-то в далеком Эквадоре, это уже настораживает. Но это еще не все. На основании пирамиды находятся пять белых точек, которые ученые связали с созвездием Орион. Издавна мореходы северного полушария использовали это созвездие как ориентир. Но Эквадор находится в основном в южном полушарии, где доминирует созвездие Южный Крест. Более того, с Орионом часто связывают именно египетские пирамиды. Доказано, что они выровнены с созвездием с идеальной точностью. Что все это может значить? Теоретики считают это доказательством того, что пирамиды в Египте построили не египтяне, а некая цивилизация, которая в прошлом жила по всему миру и была единой. Либо же она была настолько могущественной, что распространяла свое влияние на всю планету. Отсюда так много сходств, которых у Эквадора и Египта быть не должно. Но считается, что узнать больше о загадочной цивилизации поможет изучение самих пирамид, в том числе Эквадорской. Но ее внутреннее устройство до сих пор остается загадкой. Возможно, от нас снова что-то скрывают. А еще возможно, что эта пирамида как-то связана с целым рядом артефактов, найденных в Латинской Америке. Взгляните на эти катушки. Визуально они выглядят как катушки для ниток, но есть одно отличие. Обычно катушки делают из дерева или пластика. А здесь артефакты изготовлены из обсидиана, то есть из вулканического стекла. Обсидиан очень хрупкий, а эти катушки сделаны монолитно. Там нет переходных частей или склеек. При этом толщина дисков составляет всего пару миллиметров. Основание полое внутри и с такими же тонкими стенками. Считается, что их изготовили древние индейцы. Но как такое возможно? Альтернативные ученые провели анализ и выяснили, что для создания чего-то подобного у древних индейцев должны были быть токарные станки с алмазными резцами. Но ведь ничего такого у них не было и близко. Что говорят ученые? Они не особо вдаются в подробности производства, но говорят, что катушки играли роль ритуальных украшений. Якобы индейцы прорезали себе отверстие под нижней губой и вставляли туда катушку. Теоретики считают, что это слишком банальное назначение для предмета, изготовление которого требовало таких технологий, которых у индейцев быть не могло. По их мнению, реальное предназначение таких сложных артефактов могло быть куда важнее. Возможно, это была часть какого-то большого механизма. Также в этих местах находили и другие невероятные артефакты. Например, диск из обсидиана. Хоть его нашли в расколотом виде, можно заметить, что на плоской поверхности нет неровностей. Опять же, считается, что создать подобное древние индейцы не могли. А это целый сосуд из вулканического стекла. Тут комментарии вообще излишни. Предмет выглядит очень искусно. Создать такое крайне тяжело даже в наши дни с использованием современного оборудования. Как и эти объекты, изготовленные из горного хрусталя и относящиеся к индейцам. Все это может указывать на то, что в Древней Америке имелись продвинутые технологии, и что о народах, которые там жили, мы знаем совсем не то, о чем говорят ученые. А возможно, это вообще не их творение, а инопланетные артефакты. Может, в честь одного из инопланетян, который подарил индейцам эти предметы, они и возвели ту статую, которую нашли в Красной реке. В любом случае, ни у кого до сих пор нет объяснения всем этим невероятным находкам. Как и нет объяснения следующей шокирующей находке. Есть лишь домыслы, теории и множество версий. Я говорил о Тесульской принцессе. Так назвали девушку, найденную в саркофаге в Кемеровской области в 1969-м. Открытие произошло случайно. Местные рабочие проводили взрывные работы на угольном разрезе. Когда обнаружили на большой глубине в 70 метров двухметровый мраморный саркофаг, его подняли наверх, вскрыли и обнаружили, что он до краев наполнен розоватой жидкостью, в которой покоилась девушка. Ее тело было в хорошем состоянии, словно она скончалась совсем недавно. Это насторожило рабочих, ведь они точно знали, что в этом месте в последнее время точно никого не хоронили. Насторожило их и то, что девушка лежала с широко раскрытыми глазами и в целом выглядела как живая. Но самое интересное в этой истории – это возраст находки. Когда ученые проверили все необходимые анализы, они пришли к выводу, что саркофагу с тесульской принцессой около 800 миллионов лет. По словам ученых, первоначально саркофаг стоял в деревянном склепе посреди лесной чащи, но со временем склеп врос в землю, разрушился и без доступа кислорода по истечению миллионов лет стал частью угольного пласта. В общем, суть в том, что эта находка полностью опровергает общепринятую теорию происхождения человека и всю историю в принципе. Более того, она дает понять, что на земле существовали какие-то невероятные и даже невозможные технологии, позволявшие хоронить умерших так, чтобы те нисколько не менялись. Читается, что все дело в той самой жидкости, в которой она была похоронена. Когда гроб разгерметизировали, тело девушки начало менять свой внешний вид и постепенно превратилось в обычный скелет. Многие люди говорят, что эта история полностью вымышленная, но я бы не спешил с выводами. Известен как минимум еще один похожий случай, когда в Китае была случайно найдена мумия женщины, которую назвали Син Джуи. Она умерла еще во втором веке до нашей эры. Наткнулись на нее в 1971, но несмотря на это, выглядела она почти идеально. В ее венах все еще была кровь. Внутренние органы сохранились так, как будто смерть наступила всего несколько недель назад. Суставы сохранили способность к движению, а кожа так и осталась эластичной. Как и в случае с принцессой, Син Джуи была похоронена в жидкости, только другого цвета. Теоретики считают, что в этой жидкости может быть заключен не только секрет сохранности тел, но и секрет долголетия. К сожалению, определить состав обеих жидкостей не удалось. Они испарились из саркофагов почти мгновенно после их вскрытия. Все это может говорить о том, что история с тисульской принцессой все-таки правдива, пусть и возраст находки шокирующий и немыслимый. О том, что это правда, говорит еще и то, что все первооткрыватели саркофага принцессы загадочным образом погибли в автокатастрофах, а оставшиеся в живых свидетели внезапно замолчали. Может, власти не хотят, чтобы люди добрались до правды, и поэтому так усердно скрывают информацию о находке? Звучит как теория заговора, но мне кажется, это может быть правдой. Историю о следующей невероятной находке замяря чуть ли не в самом зародыше. Но, к счастью для нас, кое-какая информация все-таки утекла. В 2011 году в китайской провинции Гуанчжоу был найден нефритовый диск с выходящими в обе стороны лезвиями. Они были настолько прочными и острыми, что с легкостью резали стекло. Диск выглядел примерно вот так. К сожалению, оригинальное фото не сохранилось. По одной из версий, власти сделали для этого все и не допустили, чтобы оно попало в интернет. Но диск успели изучить. Исследователи определили возраст находки и заявили, что диску минимум 40 тысяч лет. Но ведь в таком случае он противоречит истории. Каким образом древним людям удалось так филигранно обработать такой материал, как нефрит? Тогда ведь не было даже цивилизации. А о более-менее продвинутых инструментах я вообще молчу. Китайские власти признают диск фальсификации. То же самое заявляют авторитетные ученые, но ведь всегда есть шанс, что они просто скрывают правду. Зато информация об одной вазе, которую можно назвать невозможной, более доступна. Есть и фотографии. Ее обнаружили в Массачусетсе в середине 19 века. С виду это обычная ваза, пусть и дорогая, и старинная. Однако на деле это один из самых безумных артефактов всех времен. Вазу нашли не при раскопках какой-нибудь гробницы, а при взрыве скального участка. Она находилась в слое пород, который образовался 500-600 миллионов лет назад. Обставить все как фейк вряд ли получилось бы. Слой пород был запечатан и раскрылся только после взрывных работ. Теоретики не сомневаются, что это очередное доказательство того, что история, какой мы ее знаем, в корне не верна. По их мнению, очевидно, что сотни миллионов лет назад уже существовала какая-то развитая цивилизация, превосходившая по возможностям все ныне существующие народы. Если связать эту находку со следом на окаменелости трилобитой тесульской принцессой со схожими датировками, в такую теорию начинаешь верить. Все еще помните про ту каменную пирамиду, которую нашли в Эквадоре? Помимо нее там было обнаружено кое-что еще очень интересное. Причем артефакт был найден в той же пещере, что и пирамида. Это такой вот камень. Казалось бы, в нем нет ничего интересного. Просто какой-то валун с линиями и парой рисунков. Но именно в нем вся суть. По мнению альтернативных ученых, которым удалось его изучить и сопоставить с картой мира, этот камень может быть первым глобусом в истории человечества. Это не какие-то рандомные линии, а конкретные очертания. Одни повторяют контур материков, вторые указывают на Земли, а третьи повторяют линии меридианов. Да, все это выглядит криво, но находке 12 тысяч лет. Для тех времен даже такой глобус кажется чем-то невероятным. И тут, кстати, есть одна очень интересная деталь. Тут схематично изображена Северная и Южная Америка. По крайней мере, именно эти материки увидели ученые в части рисунков. А теперь посмотрите на этот кружок справа от материков. Судя по всему, это остров, только он выглядит слишком крупным для условной кубы Багам или Гаити, которые там находятся. Сейчас в этом месте нет таких огромных островов, поэтому глобус можно назвать неточным. Или же нет? Что если он очень даже точный? Что если этот кружок Атлантида? Ведь все сходится. Этот остров-государство, как говорят в источниках, находился в Атлантическом океане. А современные находки указывают на то, что он мог быть неподалеку от Багамских островов, Пуэрто-Рико и Кубе. Именно в тех местах на дне океана находят интригующие объекты и артефакты. К тому же, как считают многие альтернативные историки, Атлантида исчезла примерно 10-15 тысяч лет назад. В результате какого-то разрушительного катаклизма. Если возраст глобуса верный, его могли создать в то время, когда Атлантида все еще была над водой. Как по мне, это очень неплохое доказательство существования легендарного острова. Но многие ученые закрывают глаза на эту находку, считают ее фейком или подделкой и просто отмалчиваются. Вполне возможно, что они скрывают от нас правду, ведь иначе историю придется переписывать. У людей возникнет много вопросов. Загадочные находки всегда привлекают много внимания. Если они еще и огромные, то внимание будет вдвойне повышенным. Это как раз тот случай. Не так давно в Южной Америке нашли такую вот огромную голову. К сожалению, у нас в распоряжении есть лишь один снимок. А само исследование еще не завершено, так что сказать наверняка что-то трудно. Но как по мне, это может быть часть гигантской статуи какой-нибудь неизвестной развитой цивилизации, которая жила тут раньше. Я говорю это неспроста. Сегодня Южная Америка еще не раз удивит нас своими загадочными и необъяснимыми находками, которые могут подтвердить мое предположение. Но пока не будем задерживаться тут и переместимся в Африку. На этом материке тоже полно всяких странных находок и артефактов. Одни только египетские находки, чего стоят. И кстати, мы рассмотрим и их. Ну а пока заценим этот череп, который нашли пару лет назад в одном из археологических поселений. Ученые заявили, что это точно не череп какого-нибудь животного. Череп явно похож на человеческий. Ключевое слово тут – похож. Я бы даже добавил – отдаленно похож. Имеются схожие черты и костная структура. Но вытянутая форма, какие-то странные отростки по бокам и под глазницами, странная черюсть. Такие черты явно не присущи землянам. Кому же тогда он принадлежал? Одна из первых мыслей – то, что это может быть черепом представителей новой расы, которая жила обособленно только в Африке. Такое мощное открытие перевернуло бы нашу историю с ног на голову. Но это не новая раса. Доподлинное исследование показало, что черепу около 14 миллионов лет. Если верить признанной истории, людей тогда и в помине не было. Получается, этот череп инопланетный? Как бы безумно это ни звучало, но это наиболее подходящая версия. Ведь помимо возраста есть еще кое-что интересное. В составе находки нашли невероятно большое количество иридия, которое обычно встречается в метеоритах. В земных же породах иридия практически не бывает. Но не все потеряно. Может, мы еще отыщем останки представителей неизвестной расы землян? Ну а пока ученые находят лишь останки новых видов животных, в существование которых не так давно не верилось. Так, в конце марта этого года ученые нашли в Перу пугающий череп. Его вырост напоминал какую-то окаменевшую пилум. И в целом это недалеко от правды. Изначально ученые считали, что наткнулись на какого-то мутанта или внеземное животное. Но оказалось, это был дельфин. Самый крупный из всех пресноводных в истории. Гигант жил 16,5 миллионов лет назад, вырастал до 3,5 метров в длину и имел очень вытянутый клюв. Хорошо, что пугающую находку хотя бы удалось объяснить. Заметили, кстати, как мы вернулись в Южную Америку? Как я и говорил, здесь регулярно находят артефакты, которые не так просто объяснить. С дельфином это получилось, но это и не было слишком сложно. Куда труднее объяснить следующие артефакты. Речь идет о вот этих чашах и кубках, которые нашли в 80-х годах прошлого века. Исследователь Элиас Сатамайор, который возглавлял экспедицию в Эквадоре, наткнулся на 12 нефритовых чашек и нефритовый кубок. Казалось бы, находка не столь интересная, но это, если не вдаваться в подробности. Во-первых, все чаши изготовлены с невероятной точностью и чистотой, а ведь изделия очень древние. Во-вторых, точность прослеживается не только во внешнем виде, но и в их объеме. Если заполнить эти 12 маленьких чаш жидкостью до краев, а потом слить их в большой кубок, то и он заполнится точно до краев. Все рассчитано чуть ли не до миллиметров и микролитров. И это невероятно, учитывая, что объем таких маленьких чаш отличается друг от друга. В-третьих, у чаш есть еще один секрет. Под ультрафиолетом они начинают ярко светиться. При этом на чашах в этот момент появляются точки, которые, как считается, обозначают созвездия и звезды с очень большой точностью. И даже это еще не все. Ученые выяснили, что внутри кубка имеется сильное магнитное поле, в то время как снаружи оно не фиксируется. Геологи утверждают, что такого не может быть в природе, но находки говорят об обратном. Ученые считают, что эти чаши с кубком изготовили индейцы майя, но теоретики уверены, что это неправда. Да, майя были продвинутыми ребятами, но даже они не смогли бы создать нечто подобное. Есть теория, согласно которой все эти артефакты создала неизвестная цивилизация, имевшая крайне продвинутые технологии. Если это так, то находка подтверждает, что наши сведения об истории Земли и человечества очень далеки от совершенства. Одного этого набора артефактов хватило бы, чтобы Элиас Сатамайор прославился на весь мир, но во время той самой эквадорской экспедиции он нашел еще кое-что, что трудно объяснить. В эквадорском горном массиве Ла-Мана в туннеле на глубине свыше 90 метров были обнаружены 300 изделий из камня. Там была обнаружена плита с загадочными узорами. Еще одна интересная плита с таинственными символами и даже каменная пирамида с всевидящим оком наверху. Любой из этих артефактов уже вызывает массу вопросов, особенно пирамида. Находка древняя, но почти в точности повторяет рисунок на однодолларовой купюре. И сходство с великой пирамидой в Гизе тоже имеется. Как некто древний из Южной Америки смог это сделать – большой вопрос. Но все же особое внимание приковала другая каменная находка. Казалось бы, она наоборот смотрится наименее привлекательно и интересно. Просто камень с какими-то корявыми линиями. Выглядит как раскраска первобытного ребенка. Но когда ученые исследовали его, то они предположили, что это может быть первым глобусом в истории человечества. Оказалось, все эти линии, очертания и рисунки соотносятся с реальными очертаниями на современном глобусе и имеют конкретное значение. Глобус далеко не идеальный, кривой. Многие береговые линии отсутствуют, но сделаем скидку на то, что находке 12 тысяч лет. С учетом этого, это что-то совершенно невероятное. Теоретики и вовсе считают, что эта карта очень точна. Просто она изображает первоначальный мир еще до всемирного потопа или какого-то другого катаклизма, о котором нам не говорят. И все равно остается открытым вопрос, кто изготовил и оставил все эти загадочные и сложные артефакты где-то в дебрях Южной Америки. Версий, как всегда, несколько. Кто-то считает, что это дело рук развитой цивилизации людей, которая жила тут в давние времена и потом бесследно исчезла. Кто-то по классике думает, что это инопланетяне. И знаете, можно понять и тех, и других. Да, инопланетная версия тоже не такая уж и бредовая, особенно когда узнаешь, что иногда она ходит в Южной Америке. Например, несколько лет назад там нашли вот такую кисть. Ученые тщательно исследовали ее и пришли к выводу, что животному она принадлежать не могла. Да и человеку-мутанту тоже вряд ли. Тут имеется три огромных и длинных пальца и слишком тонкая и узкая ладонь. Помимо этого, обратите внимание на фаланги. Если у нас на пальцах их три, то тут ученые насчитали шесть фаланг. Людям такие руки явно не свойственны. А вот у пришельцев подобные культяпки могли бы быть. Даже некоторые скептики в среде ученых предположили, что наткнулись на останки представителя внеземной цивилизации. Может и правда, именно эти создания изготавливали все эти артефакты, которые трудно объяснить с помощью традиционной науки. Как по мне, такое возможно. Но есть и другая версия, согласно которой все необъяснимые артефакты изготовили не гости с других планет, а люди. Правда, не совсем те, о которых можно подумать, а наши очень давние предки. Об этом свидетельствуют загадочные находки в виде следов. Например, этот след. Если не знать суть, то можно подумать, что это кусок застывшего цемента, в который наступил какой-то невнимательный человек. Только вот это не цемент, а окаменелость. Окаменелость трилобита, на которой виден след человеческой ноги с ясным отпечатком ботинка. Все бы ничего, но трилобиты вымерли очень давно. Еще до появления динозавров. Эти создания существовали примерно 520-250 миллионов лет назад. Как в таком случае в окаменелости столь древнего создания мог отпечататься след человека? Ведь сотни миллионов лет назад людей точно не было. По крайней мере, так нам говорят. Есть еще один мистический след. Его обнаружили в пласте угля в Неваде. Он посвежее, но все еще очень древний. По подсчетам ученых, возраст этого угля составляет 15 миллионов лет. Можно было бы списать это на окаменелость какого-то необычного животного, форма которого напоминает подошву современного ботинка. Но ученые исследовали след под микроскопом и выявили заметные следы двойной линии шва по периметру формы. И вновь вопрос. Как отпечаток современной обуви 15 миллионов лет оказался на веществе, которое позже стало углем? Ученые пока не знают, как ответить на этот вопрос. О том, что история не такая, как нам о ней рассказывают, говорят не только следы в окаменелостях или какие-то загадочные артефакты, но и останки некоторых животных. Например, эта когтистая лапа. Ее нашли в 1986-м в одной из пещер Новой Зеландии. Исследователи, которые наткнулись на находку, поначалу не смогли определить, к какому животному принадлежала эта лапа. Некоторые из них даже посчитали, что наткнулись на обитателя ада, который вырвался на землю, чтобы испустить здесь дух. Но паника оказалась напрасной. Вскоре выяснилось, что они обнаружили останки древней птицы Моа. Эти крупные нелетающие птицы обитали в Новой Зеландии до 16 века н.э., когда их полностью истребили аборигены Маори и признали отряд вымершим. Но все же, может, ученые паниковали не напрасно? Это точно не обитатель ада, но находка все равно вызывает вопросы. Дело в том, что лапа сохранилась удивительно хорошо, чтобы ей было несколько веков. По всем показателям складывалось впечатление, что останкам не полтысячи, а лишь несколько лет. Значит ли это, что птицы Моа вымерли совсем недавно? Или, может, они вовсе живы по сей день? Возможно, скоро мы узнаем правду. Но даже если так, не думаю, что это глобально изменит нашу историю. Это будет лишь классным подтверждением, что ученые ошиблись, и раньше времени записали животных в стан вымерших. Куда больше интригует другая находка – хрустальный череп, который нашли в 1924 году. Скажу сразу. Да, история именно этого артефакта легла в основу приключений Индианы Джонса. Этот хрустальный череп часто называют Митчел Хеджес. По фамилии девушки, которая нашла его в Центральной Америке. Он изготовлен из горного хрусталя и имеет размеры черепа взрослой женщины. Весит артефакт около 5 килограммов. И, как всегда, если не вдаваться в детали, находка кажется лишь красивой, но не столь интересной. Однако, если углубиться, станет ясно, что она способна изменить историю. В 20 веке этот череп тщательно изучили и выяснили, что его изготовили из цельного кристалла, состоящего из трех сростков. Если переводить на понятный язык, то сделать такое практически нереально даже с использованием современных инструментов и технологий. А череп, как мы помним, нашли 100 лет назад. Изготовили же его еще гораздо раньше. Но кто его сделал и какие технологии использовались? На первый вопрос ответа нет, зато есть ответ на второй. Технологии там не использовались. По крайней мере, ученые не нашли на поверхности черепа никаких следов инструментов. Череп будто возник из ниоткуда. И подобных черепов более 10. И все они плюс-минус схожи в плане таинственности. До сих пор непонятно, как и благодаря чему эти артефакты появились. Как и обещал в начале выпуска, загрянем в Египет. Там всегда хватает загадочных находок, и чуть ли не каждый месяц там находят что-то новое. На этот раз этим чем-то стал медальон, который нашли в одной из гробниц фараона. Вокруг самой находки полно тайн. Неясно, в гробнице какого фараона ее нашли, и что с ней сейчас. Да и сохранился буквально один снимок. Но мы выжмем из него как можно больше. Как говорит ученый, обнаруживший реликвию на ней, изображен инопланетянин, за которым восходит солнце. На уровне груди можно увидеть летающую тарелку. Еще чуть ниже предположительно изображены два фараона, на которых падают лучи солнца, отраженные пришельцем. Уфологи считают, что этот медальон явно имеет инопланетное происхождение и доказывают прямую связь внеземных гастей с Древним Египтом. По их мнению, это очередное доказательство причастности инопланетян к постройке пирамид. Так же, как они говорят, это доказывает, что фараоны были напрямую связаны с инопланетянами, которые словно благословляли их на царствование. Задержимся в Египте еще ненадолго. Помимо загадочного медальона, тут нашли еще кое-что. Кое-что покруче, что связано с Осирисом. Как известно, Осирис – это один из древнеегипетских богов, который был царем загробного мира. Короче, это выдуманный персонаж. Так гласит официальная история. Но одна находка говорит о том, что он мог существовать на самом деле. Об этом говорила могила Осириса, которую нашли неподалеку от пирамид. Она уходит глубоко под землю и разветвляется на множество коридоров и комнат. По подсчетам ученых, гробница Осириса может находиться на максимальной глубине в 30 метров под землей. Хотя, возможно, она еще глубже и сложнее, чем кажется. Исследовать ее начали относительно недавно. Вообще, про это место знали еще в 19 веке. Но поскольку могила была почти полностью затоплена грунтовыми водами, изучать ее, мягко говоря, было трудно. На нижнем уровне ученые нашли массивный саркофаг, в котором, как считается, покоится сам Осирис. Есть и те, кто уверен, что данная гробница символическая. И что в последнее время все больше людей верит в то, что здесь лежат останки бога, который на самом деле был реальным. Даже если эта гробница символическая. Все равно есть вопросы. Например, как древние египтяне умудрились построить такую сложную подземную структуру. Да еще и протащить туда гигантский саркофаг. Кто знает, может через несколько лет ученые наткнутся на останки Осириса. Например, на какую-нибудь навороченную мумию. Ведь всем известно, как хорошо египтяне умели мумифицировать тела. Но еще более невероятные и необычные мумии нашли на Филиппинах. Их называют мумиями Кабаяна. Тут не найдешь что-то наподобие пришельцев. Да и особой мистики тут тоже нет. Но от этого мумия не становится менее интересной. Все как раз таки наоборот. Они отлично сохранились. В мумиях остались даже внутренние органы. А на некоторых останках имеются волосы. Все из-за особого процесса мумификации. Ученые считают, что умирающему человеку перед смертью давали выпить концентрированный соленый раствор, который буквально высушивал тело. После того, как человек умирал, тело тщательно мыли. А затем помещали над источником тепла в сидячем положении. Тело не подвергалось настоящему огню или пламени. А оставалось подвешенным натлеющей растопкой. Как итог, оно полностью высушивалось. Процесс внутреннего высыхания ритуально сопровождался вдуванием табачного дыма в рот усопшего. Считалось, что это помогает удалить всю жидкость из внутренних органов. Далее тело натирали травами. И так и получались вот эти мумии. С сохранностью все ясно. Но ученые все равно не понимают, зачем филипинцы делали именно такие мумии. Зачем понадобился такой жутковатый и странный способ сохранения останков. Это все еще остается загадкой. Мы начнем с довольно странных фигурок, о которых многие предпочитают не говорить. Люди находят эти темы слишком личными. Но на самом деле они имеют огромное значение как для жителей тех времен, так и для наших современных ученых. Фигурки фалоса, которые регулярно находят под землей или в каких-либо пещерах, сделаны довольно точно. И как считают исследователи, они имеют большое ритуальное значение. Как считалось, подобный предмет есть символ плодородия. Тем не менее, никто не знает, как именно его использовали. В своих обрядах древние люди. Разные народы изготавливали эти фигурки по-своему. Они делали их из мрамора. Другие использовали кожу, а в Китае, например, их делали даже из слоновой кости и золота. Летом 2023 года необычное открытие было сделано на территории Монголии. Там ученые откопали фигурку фалоса, сделанную из графита. Удивительно, что, скорее всего, она использовалась в качестве подвески. После таких неординарных находок можно с уверенностью сделать вывод. Древние люди знали толк в искусстве. Однако это становится ясно не только по находкам фалосов, но и по обнаружению удивительной пещеры Ласко во Франции. Главная особенность этого места, которое отличает его от любого другого на Земле, это тысячи наскальных рисунков, которые невероятно точно изображают животных. Вместе с этим многие рисунки сохранились в идеальном состоянии и по наши дни, что ставит под сомнение современные теории о неразвитости народа в прошлых лет. Обнаружили это загадочное место в 1940 году, а сделали это четверо обычных подростков. Об этом они сообщили своему учителю, и с тех пор пещера находится под пристальным вниманием ученых. Ласко довольно сухо, что не может не радовать. Толстые мраборные слои предотвращают попадание влаги извне, поэтому здесь не образуются лишние отложения. Это поспособствовало сохранению такого большого количества рисунков. Большинство изображений сделано красным, желтым и черным цветами из сложного многообразия минеральных пигментов. Кажется, что сотворить такое нетрудно, но это так кажется лишь в современном разрезе. Если взять во внимание, что рисунки были сделаны примерно в 18 веке до нашей эры, то ситуация обретает совершенно иной характер. Тогдашние люди вряд ли были на такое способны. И ладно нарисовать что-то, так они еще и специальное покрытие нанесли. В общем, эта пещера скорее озадачила ученых, нежели дала ответы на интересующие их вопросы. И по сей день появляются различные теории насчет истинных авторов изображений. Одни считают, что это были обычные древние люди, и мы их просто недооценивали. Другие же уверены, что наши ученые совершенно верно выстроили карту эволюции. А рисунки из этой пещеры есть не что иное, как след высшей цивилизации или инопланетян. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комменты. Верите ли вы в машину времени? Звучит так, что это вещь, которая рано или поздно будет изобретена. А если так, то кто-то по-любому прыгнет в порталы, окажется в нашем временном промежутке. Выходит, что мы или какие-то древние люди невольно уже встречали гостей из будущего. Выходит, что так вот только опознать этих людей ни у кого не получалось. Зато получилось найти артефакт, который гости случайно выронили. В 2008 году археологи извлекали один из саркофагов, относящийся к китайской династии Мин. Как вдруг они услышали странный металлический звон. Но откуда он появился? Осмотревшись, ученые оказались шокированы. Они наткнулись на кольцо со встроенными швейцарскими часами, которое, казалось, окаменели. Стрелки замерли на отметке в 10.06. А на задней стенке невооруженным глазом можно было различить слово «свиз». Анализ найденного предмета показал, что он был создан еще около ста лет назад. Но теперь вопрос. Каким образом столетнее кольцо часы могло оказаться рядом с 400-летним саркофагом? И тут важно уточнить. Именно рядом с ним они внутри. На данный момент не существует никаких однозначных теорий на этот счет. Однако любопытные версии все равно появляются. Самое интересное, на мой взгляд, уносит нас в сторону путешественников во времени. Но пока я ее изучал, у меня возник вопрос. А разве человек из будущего станет носить винтажное кольцо часы? Безусловно, есть версия о том, что от нас скрывают подобные технологии. И люди могут перемещаться во времени уже как минимум 50 лет. Но лично мне в это верится с трудом. Наконец, всегда есть вероятность того, что археологи специально захотели обрести популярность и подкинули к саркофагу заранее подготовленный предмет, похожий на подарок из прошлого. А вот что я бы никогда не назвал фальсификацией, так это лондонский молоток. Данный артефакт был найден еще в 30-х годах прошлого века, недалеко от техасского города Лондон. За что и получил соответствующее название. Казалось бы, ну и что? Нашли какой-то молоток, что в нем особенного? Для обычных людей он покажется скучным, но для ученых, разобравшихся в этом теории, это чуть ли не самая сенсационная находка. Возраст молотка оценивается в 100 миллионов лет. Загадочный предмет нашла пара супругов. По разным данным это случилось в 1934-м, либо 1936-м году. Аккуратно раскопав его, они отдали молоток экспертам, и те взялись проводить исследования. Спойлер, результаты тестов поразили всех. Дело в том, что в металле, из которого был сделан молоток, не было обнаружено даже следов углерода, который, как правило, присутствует во всех сплавах железа, изготовленных на Земле. Как бы это ни было поразительно, но это самое чистое железо, и с нашими технологиями получить такое не получится даже сейчас, при больших усилиях. Вместе с этим, лондонский молоток находился в древнем каменном монолите, предопределившем время, в которое артефакт создавался, то есть много миллионов лет назад. Но даже несмотря на это, ученые не спешат переписывать историю. Они допускают версию, согласно которой, в недавнем прошлом молоток просто упал в каменную трещину, где грунтовыми водами был закупорен известняковыми отложениями, по составу схожими со сталактитами. Хрустальные черепа. Взгляните на эти находки. Как вы думаете, когда хрустальные черепа были сделаны? Может быть, в этом году или в прошлом веке? Учитывая то, что они идеально точно показывают строение нашего черепа, это точно не древние времена, ведь тогда у людей не было таких знаний. Вроде бы. На самом же деле, все эти находки относятся к доколумбовой эпохе, когда жили ацтеки и майя. Многочисленные исследования, проводимые ученые, показывают, что черепа создавались с использованием высокоточного ювелирного оборудования. Но опять же, возвращаясь к возрасту находок, как такое вообще может быть? Подобные противоречия всегда создавали целый ряд мифов и легенд, и этот случай не стал исключением. Самым известным и самым загадочным из этих черепов является череп Судьбы или череп Анны. Впервые о нем в 1943 году рассказал английский археолог Фредерик Альберт Митчелл Хеджес. Он поведал, что это была находка его дочери Анны примерно 20 лет назад, хотя настоящей царью были поиски Атлантиды, следов которой, к слову, они не нашли. Эта экспедиция в район джунглей, известная как Пунта Горда, была одной из самых успешных. Кроме черепа были найдены различные керамические предметы и кости. Митчелл Хеджес утверждал, что главная находка была обнаружена в одном из святилищ возле алтаря. Ошеломленные исследователи тут же вернулись домой и понесли череп на экспертизу, рассчитывая получить исторически важные данные. Но их ждал серьезный облом. Несмотря на то, что череп анатомически совершенен, принцип его создания вместе с автором остались неизвестны. Есть те, кто считают, что если это не инопланетное творение, то создать его могли только жители Атлантиды. Другие уверены, что это подарок с небес, и через этот хрустальный череп можно увидеть будущее. Конечно, это всего лишь безумные теории, которые никак и никем не подтверждены, но с другой стороны. На что остается думать? Ведь разве могли обычные древние люди сделать не просто точный череп, но еще и череп с подвижной челюстью? К тому же, как показали исследования, предмет был вырезан против естественной оси кристалла, чего современные скульпторы не стали бы делать, поскольку это привело бы к разрушению материала. Не знаю, как вас, но меня эти находки с каждым разом все больше заставляют задумываться над достоверностью хронологии событий, описанных учеными. Что если древние люди на самом деле были куда умнее, чем мы думаем? Любопытным тому доказательством стала и следующая находка, обнаруженная в Замбии в августе 2023-го. На сегодняшний день официально считается, что люди научились строить дома примерно 7-10 тысяч лет назад, а самые примитивные постройки появились за 170 тысяч лет до этого. Однако то, что нашли в Замбии, ставит все это под серьезное сомнение. Люди откопали поселение, существовавшее почти 500 тысяч лет назад. Помимо строений, на этом месте были обнаружены древние деревянные орудия труда, включая зазубренные ветки, палки-копалки и клиния. Ученый Ларри Бархем отметил, что примитивные древние люди не могли создать ничего подобного. Их уровень развития не дотягивал до этого. Чтобы было понятнее, как археологи определили, что это действительно часть строения, а не простое нагромождение деревьев, взгляните на эту реконструкцию. По ней можно легко найти разрубленные и соединенные между собой бревна, которые не могли образоваться естественным путем. К этому совершенно точно приложил руку человек. Анализ раскопок производился при помощи люминесценции. Благодаря этому удалось установить точную дату создания артефакта. Ученые затрудняются назвать вид гоминидов, который оставили после себя деревянную постройку и орудие труда. Но, по их мнению, это мог быть Гейдельбергский человек, появившийся примерно 800 тысяч лет назад. Получается, что сделанное в Замбии открытие отодвигает способность человека делать сложные постройки еще как минимум на 300 тысяч лет. На этом все. Жмите лайк, подписку и до встречи в других видео.